От тестов на ВИЧ-инфекцию до аппаратов для гемодиализа большинство препаратов, медоборудования и сопутствующих товаров Россия импортировала из-за границы. К примеру, две трети операционных столов в российских больницах импортные, как и 65% аппаратуры для анестезии. УЗИ и гемодиализ российские врачи делали в 60% случаев на заграничном оборудовании. Половина аппаратов для МРТ, почти столько же ИВЛ, тоже импортированы. Такие данные за 2020 год Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. «Что касается изготовления лекарственных средств, производства таблеток или других субстанций, то, я думаю, уже сейчас будет очень ощутимо. Ведь максимум на год можно запланировать закупки тех или иных действующих веществ, так называемых субстанций. И когда этот год закончится, они вряд ли получат с нового года высококачественную европейскую субстанцию». «Разве что найдут определенные заменители где-нибудь на рынках Индии или Китая. Но это 100% не будут равнозначные медицинские средства, которые они могли бы применять, если бы не начали то, что они сейчас делают. Почти 70% наполнителя того или иного лекарственного средства – это действующее вещество, а они не производят его у себя». Болеть в России в ближайшем будущем станет дорого, предупреждают эксперты. «Это рано или поздно приведет к тому, что, ну я думаю, что в пределах двух лет, к тому, что у простых россиян просто не будет доступа к лекарствам импортным и будет увеличение смертности, связанных с тем, что нет возможности оказать должную медицинскую помощь. А что касается элиты, ну я уверен, что они как-то там себе смогут найти возможность обеспечивать медицинское обслуживание. Но там же опять же тоже такой интересный момент. Уверен, что сама элита знает о качестве обслуживания, в том числе в России, и она вообще привыкла лечиться на Западе, либо в Израиле и так далее. Теперь у них тоже к этому доступа нет. И это тоже такой интересный вопрос, что это уже бьет по их жизненным интересам». А вот для россиян, которые болеют онкологией или орфанными, то есть редкими заболеваниями, падение фармацевтического рынка может стать фатальным, говорят эксперты. Россия не сможет импортозаместить препараты, которые жизненно необходимы таким пациентам. «Об инновационных, о дорогих онкопрепаратах, о лечении редких заболеваний – это само собой разумеется. У России даже нет таких технологий. Это все сейчас приходит из Европы или Соединенных Штатов. Что касается простых так называемых таблеток – образно парацетамол или от головной боли или от простуды – также почти все производства расположены за пределами России. И думаю, наши партнеры и Соединенные Штаты дожмут и Индию, и Китай для того, чтобы они не снабжали субстанциями для производства лекарственных средств в России». Медицинское оборудование в России уже начинает выходить из строя. Известно, что в больницах Улан-Удэ, Орско-Оренбургской области, Волгограда и Надыма сломались аппараты МРТ. В условиях санкций починить их практически невозможно. И работать в подобных условиях согласится далеко не весь медперсонал России, считают эксперты. А значит, страну ждет отток специалистов. Высококвалифицированные кадры массово выезжают с России, потому что нет никаких перспектив. Пока у них есть возможность уехать. Не закрыта эта лазейка, например, с тем же авиасообщением. Они могут уехать через другие страны. Если у них была до этого шенгенская виза, либо гражданство других стран, то они, в принципе, могут это сделать. Ну, например, взять гражданство тех же Арабских Эмиратов, либо, например, той же Турции. А у Турции, если я не ошибаюсь, бездвижевый режим с Европой. И они могут свободно перемещаться. Но, опять же, это не все будут. Это только высококвалифицированные кадры, у кого есть возможности. Это, в первую очередь, айтишники, работники иностранных компаний, высокого и среднего уровня, менеджеры, например. А так, в массе своей, конечно же, россияне не смогут это сделать. Лариса Зубенко, специально для информационного марафона Freedom, телеканал Айуэй. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова